МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. Праздник для всех и для каждого. Россия отмечает День Конституции. Чувашско-японское партнерство. На заседании экономического совета обсудили инвестиционные проекты. Открытый город. Заместитель главы администрации Алла Салаева встретилась с жителями Ленинского района. Сегодня 21 год с момента принятия нашего основного закона, действующей Конституции России. По всей стране проходит прием граждан. Руководители всех рангов встречаются с людьми, чтобы выяснить, как обеспечиваются их конституционные права и интересы. К этому дню приурочены и другие мероприятия. На вопрос, с чего начинается Родина, эти ребята отвечают, не задумываясь. В День Конституции 200 школьников съехались на Республиканскую Олимпиаду «Я гражданин России». К Олимпиаде готовились несколько месяцев. В своих силах уверены, но побороть волнение все равно очень сложно. Признается 11-классница Ирина Федорова. Это своего рода проверка на профпригодность для выпускников, которые выбирают профессии, связанные с обеспечением и защитой конституционных прав и интересов граждан. Я сегодня решила участвовать в этой Олимпиаде, хотела проверить свои знания, потому что мне это в будущем тоже пригодится. Я сейчас учусь в Юскосинской школе, и по окончании этой школы хочу поступить в факультет управления и получить образование, которое мне очень нравится. История России в целом и общественно-политические тенденции новейшего периода. Нюансы выборного процесса, правоохранительная и правозащитная деятельность, обязанность по отношению к Отечеству. Без знания всех этих вещей невозможно воспитать настоящего гражданина. Упор в этом году мы сделали на вопросах, связанных с патриотизмом, с историей нашей страны, с современной историей, с теми событиями, которые происходят в мире. Вопросы патриотизма, они имеют очень большое практическое значение, как раз в целях обеспечения безопасности нашего государства. Все участники Олимпиады уже победители. Они стали лучшими в городских и районных этапах соревнования. Для них вузы столицы организовали специальные презентации. Цель, которая преследует эту Олимпиаду, успешно решает, это формирование чувства патриотизма у наших детей. Этого сейчас нам очень не хватает, и поэтому Чувашский государственный университет третий год подряд на протяжении всей истории существования этой Олимпиады я, гражданин России, является учредителем и активным участником этого мероприятия. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. В Москве День Конституции отмечают по-особенному. Там впервые проходит футбольный турнир для правительственных и парламентских команд субъектов России на Кубок Содружества. Подробнее с места событий легкоатлетического футбольного комплекса ЦСКА наш коллега Родион Архипов. В турнире принимает участие футбольная команда правительства Чувашии с участием председателя кабинета министров Ивана Маторина. Сегодня нашу республику представляла достаточно большая команда. Я не берусь перечислять всех, потому что здесь есть и основные, и запасные игроки, которые принимают участие. Хочу отметить такой момент, что у любого мероприятия есть своя цель, тем более у спортивного. Кубок Содружества пропагандирует организаторы здорового образа жизни, способствует укреплению основ открытости власти и взаимодействию с гражданским обществом, а также созданию благоприятной атмосферы общественного толерантного диалога между людьми. Здесь еще нужно отметить, что поддержать день конституции приехали команды правительства. Это Ростовская область, Архангельская область, Оргкомитет турнира, кстати, тоже принимает участие. Профсоюзы связи России, Нижегородская область, Южная Осетия, Сбербанк России, ну и, естественно, команда Чувашской республики. Сегодня прошел первый день турнира. Это групповой этап. Прошло четыре игры, а завтрашний день покажет уже результат. Это будет плей-офф. Заседание экономического совета при главе Чуваши началось сегодня с подписания соглашения между правительством и новыми японскими партнерами. Инвестиционный проект предполагает производство в Чебоксарах жгутов кабелей для автомобилей. Компания Fujikura Automotive – один из производителей волоконно-оптического и электротехнического медицинского оборудования сварочных аппаратов. Годовой оборот – более 200 миллиардов рублей. Проект в Чувашии – первое размещение инвестиций в России. Мы три года изучали различные варианты. Присматривались к Ульяновской области, Калуге, Московской области. Решение в пользу Чувашии было принято благодаря поддержке властей региона. Возможность создания производства автомобильных жгутов кабелей на базе закрытого акционерного общества ЧАС представители компании Fujikura Automotive обсудили с главой Чуваши и специалистами Минэкономразвития в сентябре 2014. Поскольку все стороны продемонстрировали высокую готовность к сотрудничеству, вопрос решился быстро. Обещают, что производство заработает уже в феврале, тем самым в Чебоксарах появится 200 новых рабочих мест. На заседании обсудили также вопрос строительства в Чувашии завода по производству турбокомпрессоров для двигателей внутреннего сгорания автомобильной и тракторной техники. Также общество с ограниченной ответственностью Турбоком предполагает создать собственный конструкторско-технологический центр и на базе вузов Чувашии обучать специалистов для нужд производства. Интересы стороны инвесторов свидетельствуют о привлекательности региона, об устойчивости экономических позиций. Это подтверждает и рейтинг эффективности деятельности республиканских органов власти. По новой методике, утвержденной правительством Российской Федерации, мы предварительно по данным статистики замыкали 20 лучших регионов Российской Федерации. Но по окончательным данным Росстата, Чувашской Республике присвоено 14 место. С чем я еще раз поздравляю, это говорит о том, что мы на самом деле эффективно взаимодействуем, не только слушаем, умеем слышать друг друга и идем навстречу всегда друг другу. Правительницы Чувашской Республики, должностные лица органов местного самоправления, конечно, должны быть помощниками для всех предпринимателей, чтобы они могли реализовать свои проекты. Кроме того, Чувашия стала одним из первых регионов, где реализованы пилотные проекты комплексной застройки на участках Фонда развития жилищного строительства. Вылечено в оборот 9 федеральных земельных участков. Только на участке по Ядринскому шоссе в Чебоксарах можно будет построить жилье эконом-класса и объекты соцкульт-быта для 8 тысяч человек. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Вопросы экономического развития обсуждались сегодня и в поселке Шигарданы Батаревского района. Там прошел 4-й межрегиональный сельский экономический форум. Подробнее об этом в понедельник. Власть открыта. Это не просто декларация, а реальность. В рамках проекта «Открытый город» шебоксарские чиновники напрямую встречаются с жителями, выслушивают их проблемы и пожелания. Очередной откровенный разговор состоялся с заместителем главы администрации по социальным вопросам Аллой Салаевой. Узнать самые насущные проблемы и подсказать администрации города, на что стоит обратить особое внимание. Именно на это и рассчитаны такие открытые разговоры. Во дворце детского и юношеского творчества собрались в основном родители учеников из близлежащих учебных заведений. Поэтому разговор в большей степени касался темы образования и детских садов. Подводя итоги 2014 года, была проделана колоссальная работа. И проделана она была совместно и с педагогами, и с родителями. И сами дети стали активными участниками. Основные моменты – это, безусловно, ликвидация очередей в детские сады, строительство, реконструкция. Это буквально на прошлой неделе мы с вами открыли еще шикарный один детский сад, большой детский сад. В центральной части 26-я позиция. Впереди до конца года еще пять детских садов. Также это заработная плата. Этот вопрос всегда встает в бюджетные сферы. У нас с вами прошло повышение заработной платы и педагогических работников школы, в том числе и воспитателей. Этот вопрос очень актуален. Мы готовы на него отвечать, мы готовы работать. Уже довольно давно по Чебоксарам гуляет слух о предполагаемом сносе начальной общеобразовательной школы номер один. Эту тему довольно активно обсуждает интернет-сообщество. Сначала создали проблему, запретив набор лицея и гимназии, а потом решили первую школу под снос. Все мы понимаем, что это полное закрытие первой начальной школы. Сегодня ребенок пришел домой из школы и сказал, что в четверг во Дворце Творчества состоится общешкольное собрание по поводу расформирования начальной общеобразовательной школы номер один. Но по словам Аллы Салаевой, эта информация ничем не подтверждается и никакого ущемления детей в принципе быть не может. Я до сих пор пока не могу понять, откуда эта ситуация вообще пошла. Со всей ответственностью вам заявляю, что даже темы для обсуждения по поводу того, что начальная школа номер один может быть закрыта, даже тема эта не просто не обсуждается, она даже не вставала и нигде не проходила. Вот для того, чтобы понять, вот, пожалуйста, поднимите руку тем, кто уже учится в начальной школе. Ребята, вы будете учиться. Заместитель главы администрации рассказала и о другом проекте, в рамках которого на базе 11-й школы планируется построить начальную школу-детский сад. Учреждение рассчитывается на 4 группы старшего звена детского сада, а это 120 детей. Помимо социальной сферы на заседании также говорили о предупреждении криминогенной ситуации и о профилактической работе с населением, а также о благоустройстве территории Ленинского района. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Вчера мы сообщали о том, что в Новоюжном районе Чебоксар тысячи людей остались без тепла. Также холодно стало в садиках и больницах. Сегодня ситуация нормализовалась. Работы по устранению повреждения на магистральном трубопроводе завершены. После двух ночей началось заполнение труб теплоносителем. На 7.20 утра все потребители со стороны магистральных теплосетей были подключены. Холодные батареи могут быть только там, где за минувшие сутки в стояках скопился воздух. Восстановление режима отопления и горячего водоснабжения проводится силами управляющих компаний. Чувашские полицейские задержали группу заезжих гастролеров из Ростовской области, подозреваемых в совершении краж из дорогостоящих иномарок. Хищения были совершены в Чебоксарах 2 декабря. Уже спустя трое суток предполагаемые злоумышленники были задержаны. Оперативникам удалось установить весь маршрут передвижения молодых людей не только в республике, но и в других регионах. А также стало известно, что обратно они поедут через Чувашию. Здесь их поджидал полицейский спецназ. Такое завершение преступного турне стало полной неожиданностью для жителей Ростовской области. Молодых людей, им 26 и 28 лет, подозревают в совершении кражи с автомобилей. Toyota Land Cruiser, Nissan Portfinder и Mercedes ML 350. Все они были совершены после обеда до 7 вечера. Все они путем разбития заднего стекла. И предметом похищения являлись ручная кладь, то есть это сумки, барсетки, ну и планшетная техника. Для раскрытия этих преступлений в МВД Республике была создана группа из сотрудников шести подразделений, а также Управлением МВД России по городу Чебоксары. В ходе кропотливой работы полицейские выяснили, что злоумышленников было двое и передвигались они на автомобиле Toyota Camry черного цвета. В ходе обыска в их машине были обнаружены похищенные вещи. Изъято денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений в ряде регионов России. В селе Лащтаеба Яльчикского района продолжается строительство храма в честь Николая Чудотворца. Вчера православные жители села собрались у церкви, чтобы стать свидетелями важного события – поднятия куполов. В 1939 году во время второй волны репрессий против русской православной церкви храм в Лащтаебе был разрушен. Восстанавливать ее взялись спустя 70 лет. Силами сельчан и настоятеляю Иоанна была построена деревянная церковь. А в 2009 году заложили фундамент для новой кирпичной церкви имени Николая Чудотворца. Радует то, что строительство храма объединяет весь народ. И самое главное, я бы хотел сказать, воспитывает молодежь, молодое поколение. Потому что к чему-то народ должен верить, а того у нас много лет при советской власти не было. Сейчас радует то, что в многих деревнях, в городах много храмов поднимаются. Жители села Лащтаеба ждут открытия новой церкви давно. Село очень большое и в крупные праздники в старой церкви прихожанам бывает тесно. Строится храм всем миром. Помогают все, кто деньгами, кто своими руками. Постоянно мы не ходим, потому что мы живем в городе, но стараемся приходить частенько, когда большие праздники. Ну, конечно, летом приедем помогать отцу Силуана, строить церковь, доделать малярку, штукатурку тут. Еще ой-ой-ой. Отец Силуан надеется, что закончить строительство удастся через два года. После этого церковь Николая Чадотворца осветят, и местные жители смогут приходить уже в новый красивый храм. Екатерина Кудряшова, Нина Куропаткина, Андрей Спиридонов, Республика. Погода не устает преподносить нам сюрпризы. Сегодня снова по республике прошелся ледяной дождь. Он шел в южной части Чувашии и сейчас направляется в сторону Чебоксар. Из-за этого управление ГИБДД по Чувашии рекомендовало прекратить движение пригородных автобусов в сторону Цивильска, Канаша, Вурнар, Шумерли, Батырева. Ледяной покров на асфальте может привести к авариям на дорогах. По словам синоптиков, такое погодное явление не характерно для данного времени года. Сегодня к территории Чувашской республики подошел южный циклон. Он очень влажный и теплый. И он принес с собой все вот эти неблагоприятные явления, которые уже наблюдаются сейчас и будут наблюдаться еще завтра в течение суток вот этих вот. То есть это снег, мокрый снег, дождь, переохлажденный дождь, ледяной дождь. Ну и естественно с этими вот осадками, смешанными такими, связано образование гололеда на проводах и деревьях. Сейчас у нас в связи с потеплением климата у нас расширились переходные периоды, то есть весна-осень, вы видите, ну растянулись эти периоды. Устойчивой перестройки атмосферы на зимний период тут нету. Такого мощного гололеда, как в октябре, сегодня не ожидается, успокаивают синоптики. На завтра прогнозируется дождь и мокрый снег. Температура воздуха от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье начнется постепенный заток холодного воздуха. Температура воздуха начнет понижаться до минус 6, минус 10 ночью и днем до минус 5 по республике. Это были все новости на сегодня. Эфир национального телевидения Чувашия продолжит программа «По существу». Гость студии – уполномоченный по правам ребенка в Чувашии. Я с вами прощаюсь. Хороших всем выходных! Редактор субтитров А.Семкин